Итак, ребят, всем привет! Мы Академия Лэйси Бёрд, меня зовут Павел. Сегодня с нами будет Алена, про нее тоже поподробнее сейчас расскажу. Алена приходила к нам на обучение на интенсив современную флористику, который был в октябре. И затем мы увидели ее инстаграм, заметили кое-что, про что мы тоже сегодня расскажем. Но, в общем, суть в том, что Алена в итоге открыла свою мастерскую, начала работать флористом в своей собственной же мастерской. То есть это очень круто, очень интересный опыт, и мы решили с вами им поделиться. Мы зададим Алене определенное количество вопросов, она расскажет все там самые-самые тонкости и всякие такие вещи. И я очень надеюсь и очень верю, что вам будет интересно это все послушать. Все вот так вот будет сегодня. Итак, Алена, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, то есть кто ты, что ты, как ты вообще попала в цветы, и почему именно в цветы. То есть начнем сначала по порядку. Кто ты и что ты? Ну, я ландшафтный архитектор, то есть цветы – это моя профессиональная деятельность. И так, пожалуй, начну с того, что я обучилась, я 6 лет училась долго-долго этому всему, поэтому я знаю довольно много о физиологии растений, и в принципе меня растения всегда очень сильно интересовали. Вот. Как я пришла в цветы? Я участвовала в конкурсе ландшафтом, создавала сад. Затем со мной познакомилась команда декораторов, как раз, которые мне помогали рисовать огромные двухметровые картины для сада. Вот. И они мне предложили, меня не устраивало, это раз, два, три, прежнее место работы. Вот. И они мне предложили поработать вместе с ними, сделать какие-то мероприятия интересные именно с точки зрения флористики. Вот. И меня это заинтересовало. Я поняла, что мне срочно нужно обучиться. А я не знала даже, вот где я ходила, смотрела, но очень часто получала букет из Лайси Бёрд. Да. И поняла, что всё, это для меня лучшее место, сто процентов мне надо идти сюда, потому что я знаю, что научат меня именно тому, что я хочу, а не там три розочки гипсофила и прочее, прочее. Вот. А вот смотри, ты говоришь, что 6, да, 6 лет обучалась. Да. А что вообще входило в это обучение? То есть ты просто знаешь много про цветы, как они живут, как за ними ухаживать и подобное. То есть на обучении вы не собирали букеты, ничего такого не делали, это просто больше про озеленение. Да, да, это про озеленение. Мы изучали архитектуру, изучали, как правильно поставить там дерево, куст, как растение растёт. Ну, то есть все вот эти тонкости именно о большом флористикой мы не занимались. Да. Это у нас был такой кратенький-кратенький курс, на котором совершенно никакой полезной информации не было. А что сподвигло тебя пойти именно на это обучение? То есть у тебя была какая-то, в принципе, любовь к цветам или, в принципе, к живому, к фауне? К фауне? Да, к фауне. Вот. Или... Флоре. Флоре. Ничего страшного. Ну, то есть у тебя была прям любовь к этому, и ты именно из-за этого пошла. То есть я это к чему спрашиваю, были бы у тебя изначально предпосылки к цветам? То есть любила ли ты в детстве цветы? То есть как ты к ним вообще относилась? Ага. Цветы... Ну, любила, так подходила, ой, цветочки, ля-ля-ля, деревьюшки там. Вот это я любила, да. Но в 11 классе я не различала, там, клён и дуб, грубо говоря. То есть я вообще не понимала, что это, зачем вообще эти цветы нужны. Но мне всегда нравилось. Ну, там лепесточки, как пчёлки садятся. Ну, то есть я такой, я эстет и визуал в этом плане. Вот. И, получается, потом пошла учиться, выбирала себе профессию дизайнера, потому что мне очень нравится сочетание цветов, сочетание текстур, фактуры, прочих вот этих всех тонкостей. Вот. А к флористике пришла... Ну, я начала с ландшафта, начала с большого, и решила прийти более узко, потому что мне кажется, что меня это развивает ещё больше, и благодаря этому я могу ещё шире смотреть и на большое, ну, то есть на ландшафт в том числе. И вот смотри, я как понимаю, сначала ты начала заниматься неживыми цветами. Да, сухоцветами. То есть вот расскажи про это, почему именно пришла к сухоцветам, почему не сразу же взяла что-то в руки живое, а начала с этого. Потому что... И расскажи, в принципе, про специфику. Ну, про это тоже поговорим. Ага, окей. Почему пришла к сухоцветам? Мне понравилось, как выглядят новогодние венки, вот эти красивые. Вот. И я подумала, было бы интересно научиться, как вообще это делать и что. И, ну, каким образом, да. Вот. Начала с них. После чего я поехала в Белоруссию. Или в Белоруссию. Куда-то. Куда-то туда. Вот. И долго думала, так как это был отпуск, у меня было время подумать. И пришла к тому, что нужно продолжать развивать это дело. Раз у меня пошли какие-то маленькие продажи, но они пошли. Была заинтересованность у людей в моем творчестве. Вот. И я поняла, что стоит как-то продолжать развивать Инстаграм до следующего Нового года. То есть у меня была задача от Нового года до Нового года продолжить. А, то есть сезонно, получается, это у тебя все было, да? То есть ближе к Новому году непосредственно. Начинала ты это больше как хобби? Или ты сразу планировала, вот, все, я начинаю работать сухоцветами, я точно начну их продавать и что-то подобное? Как у тебя было? Да, это было хобби. Я поехала, я вот как сейчас помню, поехала на Рижский рынок, купила пучок лаванды и подумала, вот, сейчас сфоткаю, а там посмотрим. Ты завела сразу же Инстаграм себе или ты сначала в личный выставляла? В личный выставляла недолго, потому что я поняла, что стоит, наверное, попробовать что-то иное. Мне хотелось создать прям вот отдельное место для себя. Ну, то есть такое там рисовать, не рисовать, туда вот все закидывать. Так, я дизайнер, да, как я уже говорила. Мне там надо реализовываться. Мне нужно, чтобы люди видели, мне приятно. Не то чтобы получать оценку, но просто, ну, вот, показать. Вот я вот это умею, для меня это важно. Отлично. Ты начала все, ты начала это все делать, у тебя пошли первые заказы. И вот мне интересен этот момент, ты работала на определенной работе. То есть дополнительно у тебя было уже вот это хобби. Да. Когда вообще появился ли момент, что окей, у меня заказывают уже букеты, то есть мне нужно больше времени тратить в сухоцветы. И начала ли ты думать о том, что уже пора задумываться, переходить полностью в это дело и не быть наемным рабочим? То есть сколько времени вообще прошло от, так скажем, от первой фотографии до первой мысли, что, возможно, я смогу заняться этим сама и не работать на своей работе. Перед Новым годом я выставила первую фотографию. Где-то, наверное, в феврале я выставила фотографию как раз этого самого пучка лаванды. И в тот момент я уже, я не работала, я уволилась с прежней работы. И в тот момент я поняла, что спустя, наверное, в мае, мне кажется, в мае я поняла, что мне нельзя устраиваться на работу. Мне нужно найти себе работу на фрилансе. И, собственно, так я и работала. Но, тем не менее, тогда я все равно отошла от цветов. То есть получается так, что я какие-то коробочки уже начала составлять, что-то такое начала крутить, делать. И я уже тогда начала понимать, что, а вот я не хочу это бросать. Мне это нравится, мне это приносит удовольствие, я отдыхаю. Потому что стройки с тройками – это такая грубая работа. Там надо прям калывать, ходить, управлять, говорить тебе сюда, сюда. А здесь ты предоставлен сам себе. И вкладываешь свою энергию, и получаешь ее обратно, когда люди благодарные тебе. А где больше творчества получилось? Уже в букетах или на предыдущем месте работы? Сложно сказать, везде разное творчество. То есть получается, в ландшафте ты рисуешь какие-то проекты, и затем творчество уходит, когда ты выходишь на площадку, начинаешь реализовывать, начинаешь сюда дерево сажать, сюда дерево сажать. А здесь оно быстрое. Получается, ты быстро видишь результат. Быстрое творчество такое. Отлично. И вот смотри, хорошо, ты уже начала делать букеты сама. Да. И сухоцветов. В итоге у тебя Инстаграм – самая главная твоя площадка. То есть ты больше нигде ничего не выставляешь, ты только занимаешься Инстаграмом, только там принимаешь заказы, верно? Да. А в какой момент ты поняла, что я, например, не хочу делать только сухоцветы, я хочу собирать живые цветы? И что вообще, в принципе, сподвигло к этому? Потому что можно же, правда, постоянно развивать именно сухоцветы, делать букеты еще больше, еще сложнее, привлекать еще больше клиентов. И, по сути, их хватит, чтобы развиваться в этом направлении всегда. Почему пришла к живым цветам? Ой, сейчас расскажу. Я на самом деле никогда не понимала флориста. Вот я приходила в флористический магазин, не знаю, надо это говорить или нет, но я расскажу. Вот. Пришла и говорю, слушайте, соберите мне вот такой букет. Мне собирают не так, как я хочу. Я думаю, да что ж такое? Ну, единственное, как я говорила, это лейси бёрд, то, что меня вообще устраивало, что мне нравилось. Да, как бы, сердечко. Вот. И тогда появились какие-то первые мысли. Ну, я думаю, блин, ну какая флористика, Ален, ну ты что, опомнись. Ну, как бы, вот. Ну, там, руки не оттуда и все такое. И когда пришла на обучение, наверное, об этом попозже, да? Ну, про это да, точно скажу. Окей, поняла, что я что-то могу. И я обучила свою младшую сестру, кстати говоря, после... У меня есть младшая сестра. Да, ее зовут Анастасия. Да, все правильно. Круто. Я готовился. И она креативный флорист в твоей мастерской. Но при этом тоже... Ну да. Вот. И я обучила ее. И тут ей на день рождения мне позвонила мама и говорит, Ален, давай подарим Насти какой-нибудь красивый большой букет. Только не сухоцветов, но это понятно, это уже нам не так интересно. А сделай что-нибудь вот прям красивое от души. Я сделала от души. Через пару дней мне написали, можно у вас заказать этот букет. Потом еще один человек написал, еще один. И я такая, так, ну ладно, а я не хотела. То есть я думала, что я такая останусь, ну там вот на этом уровне. Но мне всегда нравилось живое там листочки, лепестки, как я уже говорила, эти пчелки там и все такое. Блин, это очень здорово, что, ну, это получается как-то все спонтанно. То есть тебя попросили, ты сделала, появились заказы, это реально очень круто. Но мне кажется, это больше из-за того, что ты любишь свое дело. Я вообще считаю, что все должны заниматься только тем, к чему лежит душа, и никогда в жизни вообще не тратить свое драгоценное время на какую-то работу, которую ты не наслаждаешься. Отлично. И смотри, как я понял, ты начала, ты сначала сделала там пару букетов, спираль ты освоила сама. То есть все у тебя получилось, все окей. А с сухосветами? И от сухосветов, да, конечно, она уже у тебя была. Ну, грубая спираль, я бы сказала, после курсов уже нормальная. И я знаю, я тебя видел, ты приходила к нам на день открытых дверей. Мне кажется, ты приходила с мыслями о том, что же вообще из себя представляет наша академия. После этого ты попала к нам, буквально сколько прошло, там неделя, две, там вообще очень маленький срок прошел, ты попала к нам на обучение. Что, в принципе, тебе дало это обучение? Уверенность, неуверенность, понимание, стоит ли вообще заниматься флористикой или нет? То есть какие у тебя ощущения были, когда ты уже закончила наш курс, вот вышла такая, все, что дальше? Ну, так, сейчас я подумаю. Не, на самом деле появилась уверенность, конечно, то, что я могу, и то, что, да, мне нужно еще немножко самостоятельно над этим поработать, но основные азы я получила, как правильно сочетать цвета, цветы, ну, вот все, что рассказывается на курсе, я это хорошо усвоила для себя, вот, поэтому уходила всегда последняя, вот. Я это помню. Да, да, я постоянно заканчивала, и на экзамене мне помогал флорист. Оксана, кто тебе, да? Нет, мне Саша помогала. А, Саша помогала? Да, я к ней подбежала, говорю, помоги, пожалуйста, я не знаю, что мне делать. Да, ну, в общем... Странно, что мы не заметили это. Потому что мы были заняты, я знаю эти моменты. Вот, и, конечно, уверенность дала, я поняла, что все, я могу сотрудничать как раз с теми декораторами, которые меня пригласили с ними сотрудничать. Но это дело немножко у нас дальше не пошло, тем не менее, иногда приглашают какие-то мероприятия, недавно было мероприятие, вот там повезло мне работать, делать зеленый потолок. А, ну, то есть твоя работа уже связана была непосредственно с зеленью, непосредственно с флористой. Да, да, ну, я так, да, мне нравится, когда это приходит. Ну, нет, в любом случае, поэтапно, мне кажется, всегда нужно цепляться за каждую возможность, там хоть зелень потыкать, что-то, вообще, ну, это опыт, он помогает стать лучше вообще в целом всем. Хорошо, то есть и ты в итоге начала просто так же принимать заказы на букеты, то есть ты продолжала делать сухоцветы, то есть ты их там делала, 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 и у тебя уже появились заказы. Да. В какой момент ты решила, что нужно открывать прям полноценную свою студию, именно ориентированную на живые цветы? Да, то есть что было самое страшное перед тем, как ввязаться в эту тему с живыми цветами, потому что мы прекрасно понимаем, что делать из сухоцветов, ну, простят меня все люди, кто делает из сухоцветов, проще в некотором плане, чем делать из живых цветов, потому что в сухоцветах нет списания особо, то есть ты можешь на месяц забыть про это дело, вот. То есть насколько было страшно, чего боялась и так далее. Я об этом думала с декабря, мне кажется, то есть у меня прям мысли до мая, как раз когда все это началось, я шла к этому постепенно, и я уже начала себя готовить к тому, что, вероятно, я буду этим заниматься, потому что мне все это очень нравится, и, наверное, стоит попробовать. То есть я не хочу сожалеть об упущенной возможности, тем более, что я пришла и научилась. То есть зачем было это обучение, если я этим не пользуюсь? Соответственно, прошло много времени, я открыла ИП в январе, и уже тогда потихонечку начала подтягивать живые цветы. Ну что, там сама собирать, но в мае вот пошел прям самый жаришко. И как вообще, в принципе, осуществляется работа твоей мастерской сейчас? То есть что это? Это какая-то определенная студия, либо ты делаешь дома просто заказы, отправляешь, как это вообще все работает? Ну, мне выделили большую комнату в квартире. Конечно, сейчас я уже думаю о том, чтобы переезжать, потому что места уже начинает не хватать. Вот, и хорошо, что у меня есть такой прекрасный помощник, как моя младшая сестра. Она, там, ей позвонишь и говоришь, срочно, там, у нас заказ. Возьми, пожалуйста, потому что я продолжаю заниматься садами. Да, и садами уже цветниками я занимаюсь с точки зрения флористики. Как бы это странно не звучало, но я уже начала сочетать. Я приезжаю в флористический магазин, ну, на оптовые базы, на всякие, да, все такое. Вот, смотрю ассортимент, смотрю, что к чему подходит примерно, и потом выбираю из ассортимента питомников то, что мне нужно для заказчика. И там уже такое мне... Получается, знания флористики помогли тебе в этой работе вообще? Очень сильно. Конкретно мне, да. Да, я себя чувствую просто уверенно. И я могу говорить, что да, я знаю чуть больше, возможно, чем какие-то мои коллеги, да, именно в плане цветов, именно в том, как это все сочетать. И сколько времени в итоге ты тратишь, там, каждый день на свою работу? То есть, как это вообще все работает? Сколько... Есть ли у тебя определенный, там, режим или вот в целом, сколько времени? Ну, на Инстаграм прилично времени уходит, на составление букетов в том числе, в день, я так не могу сказать, ну, прям выделить какие-то определенные часы, но не знаю. То есть, он все время плавает еще, на самом деле, да? По-разному, да. Но в любом случае он полностью все твое время занимает, да? Да. Получается, у тебя сейчас работает ты и Настя, верно? Вы очень похожи, потому что я когда... Ну, я прошерстил абсолютно весь твой Инстаграм, чтобы узнать вообще больше-больше о вас, вот, и, ну, и вас можно даже спутать, ну, то есть, да, она там блондинка, ты не блондинка, но очень похожи. А вот сестра, то есть, она просто под твое влияние попала или она тоже любила там цветы и тоже видит себя во флористике? Попала под мое влияние. А, ну, просто потому что она младшая. Да, 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 да нет, просто, ну, я сижу, подходит мама, подходит сестра, а они такие, ооо, вау, Алена, боже, покажи, пожалуйста, как ты это делаешь? Вот, я научила сестру, и она теперь и сама вдохновляется в процессе, то есть, она тоже очень творческий человек, и ей тоже нужно выражение. То есть, нам, для нас это больше, чем просто цветочки продавать, для нас это самовыражение. Как в итоге вы храните вообще цветы дома? Ну, то есть, у вас какой-то там мини-холодильник есть? Как он, что это за холодильник? Это для Кока-Колы или что-то подобное? Да, да, пока, пока да. Это здорово. Ну, то есть, на самом деле, я вообще считаю, что это очень круто начинать с самого начала, то есть, не сразу переезжать в какую-то самую большую там мастерскую и не понимать, как ее насытить, а понимать все вот эти бизнес-процессы с самого их начала. То есть, честно говоря, так же Лайси Бёрд строился, то есть, так же был какой-то холодильник дома, вообще обычный холодильник, то есть, там держали, я не понимаю, как они там влацели, честно говоря, но как-то их там тоже держали, то есть, это очень круто. И что дальше ты планируешь делать? То есть, ну, в принципе, мне даже очень интересно, насколько тебе кажется сложнее флористика живая, нежели чем сухоцветная, то есть, видишь ли ты какую-то разницу, или это просто как такое логическое продолжение сухоцветов у тебя получилось? Как финансируешь? Для меня это вообще два разных направления, да, потому что, конечно, с живыми цветами работать сложнее, все эти стебли, как вот это все сочетать, как это действительно там списывается, да, как это портится, то есть, к этому нужно прям вот очень ответственно подходить, и, ну, тому, о чем вы говорите на курсе, мне это прям очень помогло, я неправильно складываю слова, но это неважно, вот, сердечки, вот, и благодаря этому я сейчас тоже, ну, то есть, я себя уверенно чувствую в том, что, да, окей, у меня умер какой-то цветочек, но я знаю, что надо сделать в следующий раз, чтобы он не умер, хорошо, отлично, спасибо за опыт. И понимаешь, что это нормально, то есть, они умирают, то есть, это уже не как сухоцветы и так далее, да, главное просто делать выводы, и под каждый букет ты закупаешь определенное количество цветов, верно? Или ты закупаешь на, именно для букетов? Пришел заказ, купила цветы, именно такое построение, да, идет? Ну, у меня бывает такое настроение, что я могу приехать на оптовую базу, так как это пока, ну, такое довольно маленькое, я считаю, что прям малыш пока мой растет, вот, могу приехать, что-то купить, что мне понравилось, выложить в Инстаграм, там, собрать букет, у меня так был букет из пионов, сейчас он такой самый ходовой, вот, я просто так его собрала, ну, мне понравились пионы, я захотела, ну, и плюс сезон, как бы все хотят пионы, и я подумала, почему бы я тоже хочу пионы. И вот, знаешь, мне интересно твое мнение на следующий счет. Да, окей. Очень многие начинают, например, они считают, что нужно дойти до какого-то определенного уровня, если ты открываешь свою мастерскую, ты должен быть, а, крутым маркетологом, б, крутым флористом, классно фоткать, подметать, я не знаю, делать абсолютно все лучше всех, и только тогда ты имеешь какое-то право открывать свою студию. Как ты на это смотришь? То есть я понимаю, что ты после обучения, то есть там первый такой хороший опыт, который у тебя появился в сборке букетов, ты потом не пошла устраиваться куда-то наемным рабочим, верно? То есть ты решила, нет, я сразу начну непосредственно делать что-то свое. За счет чего у тебя появилась такая уверенность? И как ты вообще на это смотришь? Ты считаешь, что нужно начинать непосредственно, когда ты классный, уже все, опрос там вообще связями и все знаешь, либо начать вот сразу, как ты? Я хотела устроиться наемным, но меня никуда не взяли. Мне кажется, это был знак просто свыше с небес. Просто начинай. Ален, вперед. Так, я думала, что я забыла вопрос, нет, все нормально. Я к этому отношусь философски, потому что, ну вот, зачем себя оценивать, зачем себя с кем-то равнять. Действительно, раньше я прям вот тряслась на эту тему, как раз перед тем, как прийти на курс, тоже ходила, думаю, боже, как же так, да я же ничего не умею, какие цветы. И я занижала стоимость, да, там букеты прям очень сильно, вообще прям. И, ну, не ценила свой труд, не ценила свой взгляд. А сейчас, пройдя, ну, да, действительно, нужно обучиться, нужно понимать какие-то тонкости, чтобы люди видели, что ты профессионал. Ну, как бы, профессионал, вот. И не нужно себя оценивать, не нужно себя с кем-то сравнивать, просто нужно делать. Если тебе это нравится, ну, кайфонину сделай. Если у тебя что-то прогорело, ну, ладно, бог с ним, зато у тебя есть опыт. Да, ты умеешь, да, ты там попытался. Есть люди, которые сидят на диване, ничего не делают. Разве это, ну, типа, ну, кому-то клево от этого. Мне нет. Мне нравится двигаться, даже пусть я не умею. Я знаю, что я научусь, и все будет нормально. Ну, в любом случае, ты уже смогла очень многое. Ну, то есть, это реально круто. Я очень рад за людей, которые делают то, что хотят. Согласна, да. Захотела делать вот это, не стала думать, а что про меня подумают люди. Я прошла всего лишь одно обучение, да, кто я такая, да, я, вот. Это реально очень здорово. Я прям всем советую именно заниматься тем, что им нравится. То есть, душа лежит, пошла. То есть, попробовала, не получилось, окей, пока. То есть, некоторые реально готовы учиться там пять лет перед тем, как хотя бы к практике перейти. Ну, то есть, это как-то, мне кажется, очень-очень-очень долго. Ну, да, у каждого, конечно, свой уровень нормы там, да, и по ощущениям. Но это правильно, что не нужно себя ни с кем сравнивать. И просто, ну, делай то, что тебе нравится. Как ты считаешь, что какие твои личные особенности отличают тебя от других людей, за счет чего у тебя это получилось? Ну, я очень трудолюбивая, и я прям могу, пока не узнаю все, что я прям дотошная, мне нужно знать все. Упорство. Упорство — это прям тоже машина, которая ведет меня вперед. И, наверное, ну, у меня есть художественное образование. То есть, я... Мне кажется, что это тоже тесно связано флористика и дизайн. Потому что вот все эти цвета, цветы, фактуры, как я уже говорила, это все настолько тесно переплетается, что если у тебя есть хоть немножечко художественный вкус, то, вероятно, ты обречен на успех. Но не нужно себя загонять в эти рамки. Итак, творческий вкус. Твое мнение интересно. Это то, что дается нам природой, либо то, что можно натренировать? Я считаю, что это и природа, и насмотренность в большей степени. Потому что это когда... Ну, важно постоянно смотреть картинки. Вот какой толк в том, что тебе это природа, если ты это не тренируешь? Ну, зачем? Да, полностью согласен. Потому что у нас была ведь, да, лекция про насмотренность в школе? Да ведь? Да, да, да. А, точно, я уже просто забыл. Отлично. Была, была. Итак, то есть, получается, у тебя бы прям полностью оправдались ожидания от того, что ты сейчас делаешь. То есть, ты хочешь только в этом развиваться, ты ни разу не пожалела, ты прям кайфуешь. Так у тебя все происходит? Да, я не жалею, я отдыхаю, когда я собираю букеты, и мне комфортно, и мне бы хотелось там, возможно, двигаться дальше в декор, и все такое. Ну, то есть, это прям интересно. Просто интересно. Итак, сейчас мне очень хочется, чтобы ты сказала… А, нет, точно, еще один вопрос, который я помню. Ну, смотри, как ты считаешь, нужно ли каждому человеку заводить вот именно свое дело? Ну, то есть, есть ли это наивысшая ступень? Ну, вот, например, человеку нравится флористика. И как ты считаешь, вот по ступенькам? Там он только начал, потом он работает наемным рабочим, и потом он, например, взял и создал свое дело. Ну, то есть, логично ли это ступенька? Ну, то есть, делать свое дело – это ли вершина, или можно спокойно преуспевать наемным рабочим? Можно преуспевать и фрилансером, и работать также на фрилансе? Вот именно твое мнение, как человек, который, по сути, попробовал все, и фриланс, и поработал на кого-то, и в итоге создал свое дело. Я считаю, что каждый человек должен сам выбрать, где ему комфортно. Все-таки открывать свое дело – это огромная ответственность, и нужно быть к этому морально готовым. То есть, мало быть финансово к этому готовым, нужно быть еще, мне кажется, в первую очередь морально. Если ты к этому не готов, то не факт, что ты там зарядишься на середине, вероятно, что тебя что-то может быстро очень вышибить из кли, ты скажешь – все, нет. А чуть подальше был бриллиант, и ты его не увидел. И как бы очень зря. Поэтому, ну, не знаю, если комфортно работать наемным, работай наемным. Если комфортно, если хочется, ты прям горишь открыть свое дело, открывай свое дело. Для меня не существует такого, там, плохо, что он работает на себя, или, там, хорошо, что он работает на себя, или, там, плохо, что он наемный, или хорошо. Просто каждый должен себя органично чувствовать в том, чем он занимается, и все. Для меня это так. Я, кстати, еще что хотела сказать. Я себя считала худшей студенткой, на самом деле, на нашем курсе, потому что я всегда уходила последней. Я всегда себя жутко ругала на эту тему. И еще один ништяк, который я поняла после того, как обучилась, после того, как я бросила вот так цветы на экзамене, у нас было 4 часа, я собирала его 3 часа, у меня ничего не получилось. Я вот так бросила, на меня поворачиваются мои одногруппники. Да, одногруппники. Одногруппницы. Повернулись и говорят, Ален, ты что, ты же всегда последняя уходишь, что ты делаешь, возьми, пока спираль не развалилась. Это было очень смешно. А я стою, и я понимаю, все, нет, сейчас я все сделаю. Действительно. Ну, конечно, мне помогла Саша, но действительно у меня получилось собрать, я была довольна результатом. И вот этот урок, что не нужно себя оценивать, не нужно себя ругать. Да, я уходила последней, ну и что? Зато я много что поняла, зато мне это дало огромный старт. Поэтому хочу сказать, чтобы никто не боялся, даже если ты думаешь, что ты сейчас плохой, на самом деле это не так. Нужно всегда воспринимать все, что ты делаешь, да, чуть-чуть помедленнее, где-то побыстрее. Ну вот с благодарностью как-то к самому себе. Это вообще проблема творческих людей. Во-первых, они все себя оценивают, потому что так, у Пети получается лучше, у Люды там лучше букет. Это вообще проблема, я тоже с этим согласен, что нужно себя принимать таким, как есть. Очень часто замечаю, например, ну вот эти соревнования какие-то внегласные, даже между студентами, где смотрят, так у нее лучше, ага, я вот постараюсь из-за этого, я буду торопиться, у меня будет хуже и так далее. Ну то есть ты работала в своем ритме, и это главное. Ну то есть, да, ты уходила попозже, да, мы тебя не выгоняли. Да, за это спасибо. Ну задерживаются и задерживаются, потому что мы, ну то есть, мне кажется, задача школы именно обучить. И если человек медленный, ну ты его просто медленно обучаешь, ну да, он там выходит последний, ну и что. Ну то есть зато человек получил, если ты его будешь торопить, он в итоге уйдет ни с чем. Вот, и возможно там не откроет там что-нибудь и скажет, что цветы это вообще не мое и так далее. Ну да. Вот, это прям здорово. И я прям в камеру скажу, ребята, поймите, вот передо мной сидит человек, мы с ней просто еще пообщались немножко до этого эфира, и я вижу очень большую осознанность. Я прям всем хочу посоветовать, люди творческие, пожалуйста, любите себя, любите свое дело, не сравнивайте себя, кайфуйте от того, что происходит, наслаждайтесь процессом и поймите, что если, например, вы сейчас хуже, чем те, на кого вы ориентируетесь, это совершенно нормально. Ну то есть это неплохо и нехорошо, то есть это просто факт, и это нужно принимать. Если вы будете развиваться и стараться, у вас все получится, то есть вы можете ощущать себя худшим студентом на курсе, а в итоге пойти, открыть свое дело и радоваться этому и наслаждаться этим моментом. Мы пропустили резко про инстаграм, а я очень хотел тебя похвалить, потому что фотки реально очень крутые. Мы обязательно в посте, в посте, правильно, да, в посте напишем ссылку, скинем и все там опишем, расскажем. Я считаю, что правда нужно посмотреть всем будет этот инстаграм, он очень доступный, очень понятный, и фотки вообще классные. То есть раскладки там, что-то такое. И вот из-за того, что я не так много сухоцветов видел в своей жизни, ну то есть когда я смотрел на твои работы, особенно там, где был хлопок, то есть прям вообще такие вертикальные, даже не какие-то маленькие, вот как обычно, прям высокие, раскидистые сухоцветные цветы, букеты, это было очень красиво. Спасибо. Вот, вообще прям большая молодец. Спасибо. Итак, мы потихонечку приближаемся к концу, и, то есть мы уже сказали такую заключительную речь, но я дам еще раз слово Алене, еще раз скажи напутствие людям, которые, знаешь, сомневаются и думают, вот мне там надо еще 10 лет поучиться и 5 лет попрактиковаться, скажи им то, что это все, ну скажи им, скажи им, пожалуйста. Да, ребят, конечно, если вы хотите поучиться еще, поучитесь, то есть в этом плане, кстати говоря, я не, ну я никогда не против того, чтобы постоянно обучаться, это очень круто, но не нужно себя действительно с кем-то сравнивать. Если вы сомневаетесь, так может быть кто-то из вашего окружения говорит вам, то есть это такая философская немножечко тема сейчас будет, кто-то из вашего окружения, возможно, как-то влияет, посмотрите, присмотритесь к себе, встаньте перед зеркалом и, не знаю, посидите около озера, посмотрите на цветочки и послушайте себя просто, если у вас внутри отзывается к чему-либо, так вперед, чего же мы ждем, и можете прийти поучиться, ребята действительно молодцы, большие, и я в прошлом году, когда пришла в Лайси Бёрд, думаю, как я мечтаю, кстати говоря, чтобы меня Лайси Бёрд когда-нибудь позвал к себе, и вот этот момент настал просто, короче, ну для меня это огромная радость, когда мне ребята позвонили, это было просто вот прям круто. Да, это не ты к нам пришла, это мы тебе позвонили, или пригласили, или очень-то. Знаешь, на самом деле, вот у меня тоже внутри прям все светится, потому что это очень классно смотреть, как меняются жизни у людей, то есть, что, когда я понимаю, что мы реально дали какой-то результат, и ты что-то для себя осознала, поняла, это просто мега приятно, потому что это, ну лично мою, например, работу наполняет смыслом, ну потому что я хочу, чтобы люди стали прям лучшей версией себя, пусть это заезженно звучит, но прям вот дать им какое-то знание. Итак, и знаете, о чем я подумал? У нас же есть огромное количество выпускников, и почему бы нам не встретиться вместе? Мы это обсудим, подумаем, то есть, если здесь будет сидеть три человека, какая-то будет уже веселей, там четверо и так далее, будет прям весело. И любопытно же будет послушать, посмотреть, как у других все сложилось, может, кто-то вообще понял, что цветы не его, и это тоже здорово на самом деле. Да, согласна. Однажды я тоже в группе рассказывал историю про девочку, которая после курсов прям четко поняла, цветы не мое, и некоторые говорят, ой, блин, так жалко. Я говорю, наоборот, ну то есть, человек понял, что его, что не его, то есть, это же очень здорово, и наоборот, из-за нее рад. То есть, Маша, тоже приходи, то есть, тоже тебя будем ждать. Вот, итак, спасибо тебе большое, то есть, это был реально прикольный такой опыт, вот, это очень интересно, я желаю тебе всего самого большого, я думаю, мы позовем тебя через какое-нибудь энное время, энное количество времени, и опять ты расскажешь про свою студию, как там все сложно, не сложно было, потому что нам это правда интересно, то есть, это нас как-то увлекает, и мы чувствуем какую-то некую связь со своими студентами, которые от нас выпускаются, мы их всех стараемся не забыть, ну то есть, я могу забыть ее там, зовут как людей, но вот, когда я смотрел твой инстаграм, там же не только ты, там много было людей, я такой смотрю, не помню, не помню, да как так, а то, оп, все, нашел твою фотографию, все, я знал. Вот, так что спасибо тебе большое, и на этом мы заканчиваем. Все. Спасибо, Лосиндор! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok